Коллеги, добрый день. Меня зовут Мария Нинашева. Я руководитель проектов 1С, консультант-аналитик 1С. Мои сферы – это электронные документы оборот, документы оборот, управленческие учетные предприятия торговых. Мы тоже серию вебинаров про управление торговлей ведем. Сегодня мы будем говорить о документе обороте 2.1 на тему процесса управления процессами в документе обороте 2.1, работа с процессами. Сразу предупреждаю, говорю, что я сегодня и спикер, и модератор, то есть подключаю всех участников я к вебинару. Если вдруг вы вышли, там что-то случилось, интернет оборвался, что-то еще, то я вас запущу. Возможно, придется немного подождать, потому что внимание сразу и на чаты, и на участников, и на презентацию. Где-то могу сразу меня не уследить и сработать там неоперативно. Но я вас обязательно подключу по материалам вебинара. В любом случае, запись будет выложена и на YouTube. Всем у нас выкладывается на YouTube, на наш сайт и на другие ресурсы, которые в интернете можете увидеть, встретить. И также все материалы по вебинару будут вам направлены, презентация будет направлена. Контакты наши мы оставляем для всех участников вебинара. Будет возможность провести встречу. Если вы понимаете, что ваш вопрос достаточно объемный, мы понимаем, что вопрос достаточно объемный, и на вебинаре мы его не рассмотрим полностью, то мы можем провести встречу дополнительно. Для вас будет это бесплатно и рассмотреть именно ваш вопрос. Возможно, дать какие-то рекомендации. Возможно, там нужно будет какую-то разработку дальше вести. И это уже в зависимости от вашей задачи. То есть такая возможность провести встречу у вас будет. Все контакты у вас будут. Как будет проходить наш сегодняшний вебинар? Тайминг у нас по вебинару 45 минут. Сначала мы будем рассматривать основной материал по вебинару. Тот, который у нас... Вот сейчас я переключусь на второй слайд. Это у нас план вебинара. Мы будем идти по плану вебинара. И когда мы рассмотрим все основные вопросы, мы сможем там дополнительные ваши вопросы рассмотреть. О чем очень сильно прошу. Ваши вопросы, которые появляются, пишите сразу в чат. То есть вот у вас есть кнопочка чат. Туда вы можете написать ваш вопрос. Сразу его отправляйте. Не оставляйте на потом. Потому что в ходе вебинара, возможно, какие-то вопросы я сразу смогу рассмотреть. На них ответить. Возможно, они по логике вебинара у нас будут. И сразу буду рассчитывать в конце вебинара. Может, там какие-то вопросы нужно сразу объединить. Рассмотреть вместе. То-то мы уже оставим на пост вебинара. Лично там уже созвонимся, обсудим. Такой вариант развития событий тоже есть. Так, про чат сказала, про материалы сказала, про тайминг сказала. Бывает, что мы выходим за тайминг вебинара. Главное, чтобы вы сами еще могли концентрироваться на теме вебинара. Так, люди у нас активно подключаются. Итак, у нас сейчас план вебинара. Сначала мы рассмотрим общую возможность и функциональность программного продукта. Документ оборот 2.1. Кратко. И далее уже будем рассматривать работу с процессами. По интерфейсу системы вывожу сейчас пока презентацию. И теоретически расскажу, а вы мне напишите в чат, кто уже пользуется документ оборот 2.1. Пока я вот начну рассказывать, вы уже мне в чате пишите, а я буду понимать, кто пользуется, кто нет. Документ оборот 2.1 использует интерфейс такси. То есть это настраиваемый интерфейс. Начальную страницу можно настраивать под себя. Рабочий стол полностью можно настраивать под себя. Это очень удобно, потому что пользователи в разных компаниях, они выполняют разные роли для того, чтобы им не растеивать свое внимание на рабочем столе, получать быстро информацию, которую им нужно. Очень полезно изначально при начале работы уже настроить рабочий стол под себя. Вот я вижу, что большинство все-таки пользуются уже системой документа оборот 2.1. Я сейчас перейду к демонстрации самого программного продукта. Так, я думаю, будет нагляднее, понятнее. Итак, сейчас у нас перед глазами стартовая страница, рабочий стол. Мы видим, что это Федоров ОП, это руководитель, директор. Как мы можем посмотреть, что у нас сейчас за программа работает, данные по программному продукту, что это за версия, пользователь. У нас есть кнопочка И, где мы это все видим. То есть мы видим, что сейчас у нас документы оборот 8.4. Учебная версия мы смотрим, чтобы у нас была возможность посмотреть созданные все объекты системы. Она достаточно наполненная. У нас сейчас пользователь Федоров ОП, это директор. И мы видим его рабочий стол. Учебная версия у нас имеет некоторые ограничения, но я думаю, что нам особо это не помешает в нашей работе. Перед нами сейчас стартовая страница. Здесь мы видим сразу текущие дела. Так, у нас, видимо, какая-то настройка, и кто-то из пользователей может рисовать на экране. Перед собой мы видим текущие дела руководителя. То, что видно на рабочем столе, сейчас это вот установлены стандартные настройки, в то же время можно это настраивать, то, что видит руководитель. Начнем мы сначала с настройки виджетов, то есть те вот эти квадратики, которые мы на рабочем столе видим. Это виджеты, с которыми работает руководитель. Для чего они служат? Они служат для того, чтобы все, что нужно, все документы, задачи, задача отдела, все, что на контроле, оно было перед лицом руководителя, и руководитель мог сразу оперативно реагировать, считывать информацию. То есть, допустим, вот рассматриваем виджет задачи мне, мы сразу видим, сколько не принято, сколько просрочено, и по стрелочке мы можем этот виджет настроить. То есть, виджет не только отображается, его здесь же можно и настраивать. Если вы хотите вместо него что-то другое установить, то это делается по этой стрелочке, элементарно, интуитивно, максимально удобно для пользователя, на основе всей собранной информации, вот такой интерфейс разработан 1С. Отчеты мои дела за месяц, то есть все, чем пользуется руководитель. Далее, помимо текущих дел, на рабочий стол можно вывести другие разделы. У нас есть меню по стрелочке в левом верхнем углу, вид и настройка начальной страницы. Раскрываются все наши доступные формы, которые мы можем отображать на рабочем столе, и расположение, куда мы хотим добавить. Допустим, мы хотим там входящие документы выделить на рабочий стол, и мы их просто перетаскиваем туда, куда нам удобно. Вот они у нас сейчас произятся на рабочем столе. Так, люди у нас подключаются, сейчас буду параллельно принимать. То есть вот таким вот образом лучше прямо при начале работы сотрудника, в зависимости от того, какие функции он выполняет, можно добавить на рабочий стол те разделы, какие нужно. Что у нас еще есть в настройке вида интерфейса? Можно настроить панель, там, где вам удобно. Кто-то любит, чтобы панель инструментов сверху, сбоку была, где у вас будет панель открытых окон. Тоже сразу, прям первоначально настроить. Если вдруг работаете с какими-то параллельно другими программами, на рабочем столе открываете. Ну, обычно, когда такая многозадачность сейчас, то каждый пользователь под себя это настраивает. Вот. Посмотрим, что у нас есть в меню разделов. То есть по верхней левой кнопочке мы открываем меню разделов и видим, что у нас есть. Данные разделы у нас доступны руководителю организации. Мы сейчас их видим в полном объеме. Само наполнение разделов, оно зависит от тех функциональностей, которые вы включаете в программе. То есть, если вы, допустим, не используете почту, не включили этот функционал в системе, то и в составе меню разделов у вас этой функциональности нет. Поэтому при первоначальной настройке системы, когда вы планируете только использовать систему, обычно рекомендуется провести анализ ваших процессов, вашей деятельности, полностью описать все процессы, которые вы хотите автоматизировать, чтобы понимать, какую функциональность вы включаете, какую не включаете, как вы будете ее настраивать, как использовать, какие доступы, каким пользователям нужно включить, чтобы ваши пользователи, ну, знаете, бывает такое, что давайте включим все всем и будем работать. Вот это лишний поток информации, который будут пользователи получать и будут не на те кнопки постоянно нажимать, постоянно у людей, которые осуществляют техподдержку внутри организации, либо это какие-то внешние техподдержки, в любом случае это расходы времени, расходы сил, вот это нужно четко прописать. То есть, какую функциональность вы используете и для кого эта функциональность предназначена. У нас будет прямо отдельный вебинар по правам, настройки прав документа оборота 2.1, тоже такой объемный, сложный вебинар, очень полезный. Вот он несколько связан тоже с этой темой, именно, что нужно изначально анализировать. Вот в данном случае у нас меню разделов со стандартными настройками, у нас имеется 7 разделов, это главное, где отображаются все основные функции, с которыми работает руководитель, заметки, те элементы, которые создаются в системе, пользователям, сервисные функции. Далее у нас раздел, где осуществляется работа с документами, в программе документа оборота 2.1, документы у нас делятся на внутренние, входящие и исходящие. По работе с документами у нас тоже отдельный вебинар планируется, по внутренним документам с согласованием мы уже делали вебинар, будет вебинар в общем по работе с документами. Совместная работа, это все, что касается взаимодействия, задач, процессов, то есть там, где участвуют в работе с пунктами несколько сотрудников, где групповая работа какая-то проходит, раздел учет рабочего времени, где трудозатраты, работа с отчетами происходит, нормативно справочная информация, это где вносятся у нас справочники, информация в справочники, в отчеты, номераторы, то есть вся работа с НСИ у нас происходит, это самое основное рабочее место для сотрудника, которые ответственны за НСИ в организации. Управление процессами, это блок, который мы сегодня будем рассматривать больше всего, потому что тема у нас сегодня именно по процессам, и здесь вот вносится информация по, происходит именно управление всеми элементами по процессам и настройки системы. С ними уже больше администратор работает, осуществляет действия. Итак, мы рассмотрели основные вопросы по интерфейсной части и по общему функционалу системы. Если у вас есть вопросики, вот я пока не вижу в чате вопросов. Ага, так, что-то написали, сейчас посмотрим. Вебинары, вот вижу, что пишете, когда будут вебинары, которые вот я озвучила, что планируем, но мы планируем в ближайшее время, запросов у нас очень много, поэтому следите за нашими анонсами, будут рассылки, анонсы по участникам, которые у нас уже участвовали в вебинарах, мы обязательно сообщаем. И я вот вижу от Натали вопрос, что где взять вебинар по внутренним документам. У нас там был вебинар согласования документа на примере договора, то есть это внутренний документ. И мы прям там отыгрывали всю этапность, то есть мы прям с почку показывали, как он согласовывается. Вот ваша почта, я думаю, будет, вот напишите прям почту, а мы вам ссылочку пришлем. Вот так, наверное, и сделаем, будет лучше. Прям в чатике напишите, а мы сейчас скопируем. И вам на почту пришлем ссылку на этот вебинар согласования документа. Контакты наши также будут указаны в конце, поэтому какие вопросы есть, вы тоже можете прям на почту, если что-то не написали или там не именно сегодняшний вебинар касается, то, пожалуйста, пишите, мы все будем отвечать. Итак, переходим к нашему, к нашей основной теме вебинара, это управление процессами. Управление процессами у нас происходит в блоке основном нашем управление процессами, как бы не звучало это тавтологически. Вот здесь у нас есть основные разделы, это процессы и шаблоны процессов, на которые мы будем сегодня смотреть. Что такое процесс? Процесс это сущность, которая объединяет в себя цепочку задач, когда взаимодействует несколько людей в организации, несколько сотрудников. Допустим, нам нужно согласовать какой-то документ, при этом сначала ставится задача одному сотруднику согласовать этот документ, другому подтвердить это согласование, либо когда согласовывают несколько сотрудников, требуется несколько виз для согласования полного документа, либо мы какой-то другой процесс запускаем, кто-то должен сначала разработать документ, другой должен согласовать этот документ, третий внести правки, проверить по своим каким-то критериям юридические отделы, по соответствию юридическим критериям, бухгалтерия по своим критериям. То есть у нас есть некая большая глобальная задача и маленькие подзадачи по нему решают разные сотрудники. Вот как это было раньше. Раньше берешь бумажку и идешь по кабинетам и говоришь, ты должен сделать это, ты должен сделать то, ты должен сделать то и контролируешь, чтобы все сделали. С переходом нашим на удаленку, конечно, эта задача стала максимально остро, как же объединить всех этих людей, скоммуницировать, чтобы отслеживать полностью весь процесс. И при этом велась правильная документация, велась правильная фиксация тех действий, той обратной связи, которую дают участники вот этого процесса. Отсюда у нас и появилась такая потребность автоматизировать процесс. Что важно, когда вы начинаете внедрять систему документа оборот 2.1 в своей организации. Максимально важно, чтобы вы понимали, с какими документами вы работаете, какие именно типы процессов вы хотите автоматизировать. То есть вы будете только документы оборотов автоматизировать, вы будете автоматизировать согласование каких-то проектов, ввести задачи по проектам, там тоже ставить задачи, процессы какие-то прогонять. Вы будете, ну какие виды документов у вас вообще в принципе будут. То есть это будут какие-то только внутренние документы, это будут внешние документы, это будет согласование с помощью просто визирования в программе. Либо это будет именно с использованием электронно-цифровой подписи происходить. То есть вот эти моменты вам нужно заранее понять, заранее спланировать, как это будет у вас происходить. И описать. Обычно проводится, как мы делаем, мы проводим анализ процессов организации, описываем прям по каждому блоку, какие документы, какие процессы автоматизируются. И обязательно в организации должен быть человек, который ответственный за эту деятельность в организации, который следит за настройкой процессов, настройкой шаблонов процессов. Сейчас мы об этом поговорим. Так, подскажите, пожалуйста, видно мой экран сейчас? Что-то я не уверена. Ага. Так, видно, супер. А то у меня что-то с экраном странное произошло. Это периодически, если вдруг что-то не показывает, вы мне обязательно об этом пишите. Все процессы в организации, они обычно, ну, они относятся к какому-то одному типу. Сейчас я открыла, видимо, не обратила внимания ваше, где я это открыла. В управлении процессами у нас есть раздел шаблоны процессов. То есть все сами процессы, которые происходят, они у нас находятся в разделе процессы. И мы видим, какие у нас процессы есть, и по ним данные видим. То автор, тип процесса, дата процесса, сроки. Это уже созданные процессы. Сейчас поймем, как они вообще, что они из себя представляют, как они, из чего состоят. Каждый процесс, он у нас работает в соответствии с шаблоном процессов. То есть в вашей организации должен быть ответственной за НСИИ, либо прямо за процессы, которые занимаются этой деятельностью. Ну, обычный человек, который осуществляет там поддержку какую-то внутреннюю по документу обороту и занимается вот именно шаблонами процессов, их верной настройкой. В документе обороте есть стандартные типы процессов. То есть это исполнение, ознакомление, поручение. В зависимости от того, какую задачу выполнять будет процесс, используется определенный тип процесса. То есть ознакомление, оно идет по одному маршруту, по одному алгоритму поручения, рассмотрения, регистрации по другому. К каждому типу процесса мы можем создавать свой шаблон, в котором уже прописывают все нюансы. К шаблону мы сейчас перейдем, пока рассмотрим сами типы процессов. То есть простые процессы исполнения, ознакомления, поручения, рассмотрения, регистрации, согласования, утверждения, подписания и приглашения, они включают какое-то одно определенное процессное действие. То есть не создают таких этапных цепочек. Вот они входят в функциональность документа оборота проф. То есть все эти процессы стандартные, они входят в проф. Есть возможность использовать комплексные процессы. То есть когда у нас несколько процессов складываются в одну единую цепочку. Вот это уже получается не простой процесс, а это получается уже комплексный процесс. И он сложнее, он есть в функциональности документа оборот порт-версии. И он, конечно, дает свои преимущества. Сейчас мы подробнее рассмотрим, что входит в те и другие виды процессов. Также выделена обработка внутреннего документа, входящего документа, исходящего документа у нас здесь. Так, рассмотрим, ну, на примере, давайте согласование. У нас здесь много шаблонов создано. То есть вот здесь у нас указаны уже именно сами созданные наши шаблоны. Голосование документов, которые применяются в нашей организации. Вот именно за эти шаблоны должен отвечать ответственный сотрудник, который у вас занимается этой задачей в организации. То есть если появляется какое-то новое направление, по которому нужно создать, сформировать шаблон процесса, он как раз отвечает, чтобы правильно сформировать вот этот шаблон процесса. Почему важно, чтобы конкретный сотрудник какой-то за это отвечал? Вот сейчас мы рассмотрим шаблон процесса конкретный и посмотрим, что же у нас вот этот ответственный сотрудник должен завести, что же тут так важно. Первая вкладка шаблона процесса включает у нас описание наименования. Если это какая-то группа процессов, то в группу входят, то ответственные за этот процесс и группа участников, рабочая группа. То есть если здесь в данном случае у нас рабочая группа здесь не указана, если мы указываем рабочую группу, то сотрудники, которые входят в эту рабочую группу, они умеют доступ к этому процессу. Если здесь не указано никого, то есть в рабочей группе никого не указано, то данный шаблон процесса, он будет доступен всем сотрудникам организации, то есть ограничений не будет. Далее мы видим здесь, сколько процессов у нас на данный момент по данному шаблону работает. Назначен каким видом документов и есть ли правила эскалации для шаблона. То есть дополнительные настройки и действующие процессы по этому шаблону процесса мы можем здесь видеть и можем перейти, посмотреть. То есть вот сейчас у нас два процесса созданы по этому шаблону. Причем вот мы также видим и статусы, то есть что оба этих процесса завершены. Далее это вкладка с самой настройкой процесса. Вот здесь важно, чтобы именно ответственный сотрудник, который знает, как нужно создавать шаблон, вот здесь правильно все прописал. То есть здесь срок обработки результата, трудозатраты, если вы их указываете, ведете, нужен ли отложенный старт, подписывать ли электронной подписью при согласовании документов, количество циклов по этому процессу. С кем согласовывать здесь тоже указывается. Здесь вот указано по роли, то есть мы здесь можем конкретных сотрудников либо выделять с роли, назначать сотрудникам, допустим, 10 сотрудников у вас с определенной ролью, согласующие определенные документы. Вот кто первый согласует, тот и принимает эту задачу на себя. То есть кто взял задачу, тот и согласовывает. То есть вот в настройках процесса указаны именно те моменты, которые важны, как будет происходить процесс. Если мы сюда добавим не тех согласовантов, допустим, либо не тот срок обработки, то задачу увидит не тот сотрудник, который нам нужен, и, соответственно, весь процесс пойдет на смарку. Поэтому нужно, чтобы правильный сотрудник занимался настройкой и вовремя корректировал. Допустим, если здесь будет конкретный пользователь назначен с согласованным, а он, допустим, в отпуске, либо поменялся сотрудник, уволен, другой пользователь уже должен согласовывать и вовремя не поменять шаблони, то своей цели сам процесс уже не достигнет. Нужно его актуализировать. Вот предметы самого процесса здесь добавляются и проверка согласования. Что мы именно согласны? Какие есть у нас критерии проверки согласования? Ну, допустим, вот в документах может проверяться, мы отправляем на согласование документом договор, и должны, здесь мы пишем, что обязательно нужно проверить наличие скана документа. Вот это будет являться проверкой согласования. Если у нас система проверяет нет скана документа и отправляет обратно, процесс дальше не идет, согласование. Либо, допустим, бывает сумма договора какая-то критичная, и тоже проверку не проходит, у нас процесс дальше не идет. Для этого будет вот эта вкладочка проверка. Вот таким образом опять возвращаемся к нашим шаблонам процессов. Вот это рабочее место сотрудника, который занимается шаблонами процессов. То есть он понимает, какие у нас типы процессов есть. Он создает шаблоны, следит за актуальностью шаблонов. И каким образом правильно сформулировать все пункты, которые необходимы для настройки шаблона процессов, таким образом, чтобы не было конфликтов взаимодействия, чтобы максимально продуктивно работать в системе, и меньше возникало сложностей у сотрудников. Не тому пришло, кто-то не имеет прав, допустим, согласовать документ, и бегает и ищет, нужно срочно согласовать документ, а у нас сотрудник просто не может поставить визу, или не понимает, кто из сотрудников должен это сделать. Вот ответственный за шаблоны, он должен это все предусматривать. И не открывая сам процесс, мы можем вот тут вот справа, очень удобно просматривать всю необходимую по процессу информацию. То есть мы видим, с кем согласовывают, порядок согласования, сроки, и сколько запущено процессов. Вот эта выжимка, чтобы не смотреть полную информацию здесь, выжимка у нас в правой части уже расположена. Рассмотрим комплексный процесс, как он выглядит, чем он отличается от простого процесса. Здесь у нас, то есть о шаблоне, в принципе, все то же самое, информация, как мы проговаривали, в какую группу входит на именование, ответственный комментарий, и рабочая группа шаблона, это то, о чем я говорила, что если сюда добавлять рабочую группу, то доступен будет именно этим сотрудникам, именно этим пользователям. Если мы не добавляем никого, то данный шаблон, он будет доступен всем пользователям. И основное отличие, вот мы видим ярко именно в настройках процесса, то есть здесь мы видим, что у нас в действиях есть поручение, согласование и ознакомление. То есть здесь у нас не один какой-то процесс, а у нас три процесса, получается, три процесса, которые включены в один комплексный процесс, вот коррупционный контроль договора, в частности, сейчас. И мы видим настройки. То есть исполнитель у нас по поручению Репин, порядок выполнения, выполняет он при старте процесса, то есть когда вы в процессе нажали кнопочку старт, у нас сразу начинает, ну, приходит задача сотруднику Репину и свой исполнителю. Согласование. Вот видите, у нас здесь непосредственный руководитель автора документа, то есть здесь у нас не указана фамилия, вот это как раз работа сотрудника, который за ваши шаблоны отвечает, чтобы он предусмотрел, что вот у автора документа может неправильно привязывать к какому-то конкретному человеку, потому что автором документа может быть сотрудник разных подразделений, поэтому здесь лучше установить роль именно непосредственный руководитель автора документа, это будет логичнее, универсальное для использования, иначе для каждого подразделения свой шаблон придется сконструировать и хранить, поэтому здесь вот такой алгоритм. И получается, что вот видим здесь порядок у нас указан смешанный, при каждом действии у нас свой порядок выполнения, то есть после какого действия у нас стартует вот эта часть процесса комплексного, вот в данный момент после завершения пункта первого. Третий пункт у нас, если согласовано, пункт 2, то есть опять же привязаны условия порядка выполнения, вот эти все условия нужно четко продумывать и понимать, подходят, ну и какие процессы происходят у вас, и как именно у вас это нужно настроить, чтобы работа системы была корректной. Допустим, если у вас ознакомление там привязано при старте процесса, это тоже будет неправильно. В какой момент человек будет сидеть и контролировать, когда же там у нас согласуется пункт 2, и проверять постоянно. А тут согласован пункт 2, все, человек пришло задание сотруднику, и он в свое время нужное, в то время, когда он может выполнить задачу, он получает ее в свои задачи. Ну и предметы договора, вот мы видим здесь указанную у нас. Также мы видим здесь этап процесса, которые описаны. Таким образом выглядят шаблоны комплексных процессов. То есть, чтобы работать с процессами, вам необходимо создать систему шаблонов, по которым ваши процессы будут работать. Есть вероятность большая, что в процессе вашей работы, когда вы уже будете запущены системы, когда будете работать, вы понимаете, что у вас новый процесс, его нужно описать, продумать, каким образом он будет происходить, продумать, в какой момент каждый из участников процесса будет получать оповещения, какие должны быть ограничения, контроли, то есть, какие документы необходимо обязательно прикрепить, чтобы далее рассматривать документы. Все это настраивается здесь, и необходимо четко продумывать каждый шаблон комплексного процесса. Теперь переходим к непосредственному, непосредственной работы у тех пользователя с процессами, где можно увидеть процессы, в которых участвует пользователь, конкретный сотрудник. процесс, это у нас совместная работа, то есть, мы работаем по задачам с какими-то другими пользователями, сотрудниками, поэтому это раздел совместная работа, и чтобы увидеть именно свои процессы, то необходимо сотруднику открыть в разделе совместная работа ссылку «Мои процессы». Здесь сотрудник видит свои процессы, видит названия, сроки, сколько осталось, длительность, цикл, на что нужно обращать внимание, на что нужно смотреть. Если выделено красным цветом, то сроки уже просрочились, необходимо прям очень серьезно обратить внимание. Можно поставить на контроль, вот мы видим обозначение «К», значит, процесс стоит на контроле, и мы можем… А, еще важно очень вот это вот количество циклов, то есть, длительность оцениваем, ну, тут мы уже в разрезе оцениваем понимание этого процесса, но здесь у нас, так как это учебная база, здесь вот еще одиннадцатый год, видим, что длительность крайне большая, конечно, сотрудника действующего, и это, наверное, бы привлекло внимание, почему такая длительность. И количество циклов, оно тоже очень важно. Если уже несколько раз задача идет по циклу, допустим, кто-то из согласованных документ возвращал несколько раз, разворачивал, то, наверное, что-то в этом документе не так, нужно покопаться либо в процессе, либо в документе, какая-то проблема, то есть, сколько раз его на пересогласование уже возвращали. Вот. Ну и не разворачивая процесс, просто наступая на него в списке, мы видим сразу описание, что у нас такое там происходит, сроки, исполнитель, проверяющий. Мы видим в правой части экрана и можем уже как-то среагировать, понимать, нужно ли нам внутрь процесса зайти или нет. Также, не входя в процесс, мы здесь же можем остановить, прервать процесс, то есть, осуществить какие-то действия. Далее, здесь мы видим именно наши процессы, мои процессы сотрудник видит. Иногда нужно посмотреть процессы, просто все доступные, которые создавали другие пользователи. И нужно, ну, допустим, руководителю нужно оценить. Мы видим это все вот здесь, то есть, тоже это совместная работа и посылки процессы. То есть, если у сотрудника нет доступа к этому процессу, правами ограничен, то здесь сотрудник не увидит, конечно же, процессы. И, опять же, важно очень правильно настроить права, потому что, если сотрудник действительно должен контролировать определенный тип процессов, определенные процессы, но он их просто не видит, то, конечно же, он не может просто выполнить свою работу правильно. И при постановщик задачи, конечно, это увидит в своих процессах, увидит, что сроки просрочиваются, что там какая-то проблематика идет, тот обратит внимание и когда-то докопается, что, наверное, у кого-то нет права просто, чтобы видеть эти процессы. Но вот это очень важно. На этапе планирования, как у вас будут процессы идти, кто к ним будет иметь доступ. Документ оборот 2.1 – очень такая насыщенная схема, ограничений, которые нужно хорошо знать. И, говорю, у нас будет вебинар во вторник, следующий по настройке прав документа оборот 2.1. Что мы здесь видим в процессах? Мы видим серым цветом, которые уже исполнены, либо на исполнении. Мы видим темным цветом, который еще в работе, и видим, который у нас на контроле. То есть, ну, опять же, красным цветом обозначены те, которые вот уже просрочены, на них стоит обратить внимание. Здесь мы видим именно процессы. Процесс же, он включает в себя, ну, суть вообще процесса, чтобы установить задачи исполнителям. То есть, из процессов ставятся задачи, и, конечно же, понятие задачи очень связано с понятием процессов. Поэтому мы и затронем. Сейчас у нас там, по-моему, не было заявлено, насколько помню, в плане вебинара, но мы обязательно сейчас зайдем в задачи к мне. То есть, вот из процессов выставляются задачи, где мы можем увидеть эти задачи. В совместной работе есть пункт задачи мне. Есть также задачи отдела, задачи по проекту. Ну, вот мы сейчас рассматриваем именно задачи мне, где сотрудник видит задачи, которые ему поставлены. Это его рабочее место. То есть, у нас выделяется весь список задач. Также мы видим, какие задачи у нас просрочены, какие задачи у нас выполнены, какие в работе. Также мы видим в правой части, что именно здесь в этой задаче нужно сделать, чтобы, не открывая ее, уже понимать, что нам нужно сделать. Допустим, прилетело нам 50 задач в день, мы знаем, нужно какие-то документы рассмотреть. Мы можем их выделить, несколько задач, и принять, допустим, к исполнению, если по этим задачам это возможно. В данном случае ознакомиться, мы можем принять к исполнению. Вот это рабочее место именно по задачам сотрудника, которые назначаются из процессов. Это немного такое отступление. Подробнее о задачах и работе с задачами мы тоже планируем провести вебинар конкретно уже с проблематикой работы по задачам. Далее, теперь нужно понимать, вот у нас есть понятие процесса. Процессы создаются по шаблонам. Шаблоны у нас, при старте процесса у нас, в соответствии с шаблоном, создаются задачи. Теперь, как же создавать этот самый процесс, какие есть у нас пути создания процесса. В соответствии с задачей, которую мы решаем, с той ситуацией, которая у нас возникла, у нас есть три пути, как создать процесс. То есть мы его можем создавать на основании уже имеющегося объекта программы. То есть у нас есть, допустим, документ. Сейчас прямо на примере посмотрим. Есть какой-то внутренний документ, и на основании его нам нужно запустить процесс согласования. Мы открываем этот документ, проверяем, что у нас тут приложен, допустим, договор, что у нас есть, что заполнено, либо мы его создаем, новый документ. И далее мы стартуем тот процесс, то есть нам нужно стартовать какой-то процесс. Нам нужно в обработку, на согласование его, что нам нужно сделать. Мы понимаем, что нам нужно отправить на согласование. вот здесь открывается мастер создания процесса. То есть если в вашей компании предусмотрено, что сотрудник сам может создавать новый вариант согласования, новый процесс, то можно кликнуть на выбрать новый и создать прям новый шаблон процесса и уже идти по новому пути. Но вообще это не особо хорошая практика. Лучше, чтобы у вас кто-то один отвечал за шаблон. В данном случае у нас согласование договора аренды оборудования. Мы его выбираем. То есть еще не выбрав вернусь, мы уже отправить на согласование. Мы видим два варианта. И вот здесь, где видим согласование договора аренды оборудования, мы видим, как будет проходить согласование. То есть видим, кто будет согласовывать, в какие сроки и порядок согласования. Далее нажимая кнопку готовы, мы уже переходим в мастер создания самого процесса и видим в соответствии с преднастроенными всеми пунктами в шаблоне, в текущем, который мы выбрали, все настройки. То есть с кем согласовывается, в какие сроки, в какие сроки обработки. То есть все-все-все настройки, они у вас сразу подтягиваются из шаблона. И при этом, так как мы создавали из самого объекта системы, у нас подтягиваются и данные объекта. Все связи, все доступы к данному процессу, они подтянутся из объекта и уже пойдут дальше. Далее мы можем вот данный процесс стартовать. Вот он у нас пишет, что у нас второй раз прошел процесс согласования, но на самом деле мы его по ролям сейчас согласовать не сможем, потому что у нас учебная версия, и переключаться тут долго у нас получится. где мы можем видеть, как у нас в этом документе, вот сейчас процесс стартован, и у нас открылся, мы вернулись далее обратно в этот объект системы, мы вернулись в договор, из которого мы запускали процесс согласования, где мы здесь видим процессы и задачи, которые у нас запускаются из данного объекта. Здесь есть гиперссылка процессы и задачи, и мы видим, вот видите, мы стартовали договор, у нас сейчас задача двух сотрудников, Смирнова и Федорова, которые мы видим, что они у нас пошли на круг согласования, которые в работе. Предыдущие процессы и задачи, которые у нас были, мы тоже можем видеть здесь, вот черным у нас отмечено, жирным выделено, то, что сейчас еще не завершено, а здесь мы видим, с ЕРМ выделено то, что уже завершено, и статус завершения, с каким результатом у нас завершался до этого процесс, то есть все процессы и задачи, по этому документу мы можем посмотреть, то, когда, чего дело согласовывало. По гиперссылке процессы и задачи, это очень простой и логичный путь создания процесса, потому, что у нас сразу тянутся все связи, все доступы к процессу, и получается, что меньше вероятность создания каких-то конфликтов, доступов, что ваш сотрудник, который должен что-то согласовать, получить задачу, что у него возникнут проблемы какие-то с получением задачи. Второй путь, это когда у нас процесс не привязан к конкретному объекту, и нам нужно просто создать новый процесс. Это делается из пункта меню главное, и создать процесс. У нас есть раздел создать, и мы из него создаем процесс. Здесь мы выбираем опять-таки шаблон, который нам нужен, допустим, коррупционный. Шаблон мы с вами уже смотрели, как это происходит, смотрели, и у нас опять же открывается тот же самый мастер работы с созданием процесса. То есть далее процесс весь мы уже смотрели, он вот находится у нас здесь. И третий вариант, это когда мы создаем некую подзадачу. Когда он у нас появляется, когда такой вариант уместен и нужен. Допустим, когда приходит задача на согласование какого-то документа, и мы понимаем, что параллельно с этим документом нужно рассмотреть какой-то еще связанный. То есть напрямую на согласование, на выполнение головной задачи, выполнение подзадачи не влияет, но при этом, ну то есть не меняет ее статус, но при этом это связанные задачи, и вот в этом случае можно создать подзадачу. Сейчас покажу, как это делается. Мы сейчас просто откроем любую задачу. И то есть прям внутри задачи мы понимаем, что нам нужно согласовать что-то еще, и можем вот по пункту меню опять создать новую подзадачу. То есть опять же открывается тот же мастер настройки, просто из другой области системы. Мастер настройки, он везде универсальный, и работает он, в общем-то, одинаково с одними и теми же шаблонами. То есть достаточно продумать и сделать первоначальные настройки, и тогда уже будет все остальные действия будут логичны, будет проще работать. Изначально нужно обязательно продумать, как у вас будет работать система, какие ответственные, как права будут распределяться, кто это будет делать. Вот поэтому самое главное, это самый первоначальный этап, ну а дальше уже это дело техники. Вот сейчас я переключаюсь на нашу презентацию. Так, основные вопросы мы с вами рассмотрели по заявленному вебинару, даже немножко больше по задачам рассмотрели, то есть мы рассмотрели саму функциональную систему, мы рассмотрели, как у нас связаны процессы, шаблоны процессов, задачи, что из чего вытекает, как связано. Мы рассмотрели, каким образом создаются процессы и какие есть три варианта создания процессов, чем они отличаются, в каких ситуациях они применяются, и посмотрели, как это выглядит в системе документа оборот 2.1. Как из документа, есть вопрос от Натальи, как из документа создать комплексный процесс не по схеме. Ну, мы планируем в ближайшие два месяца прямо по созданию шаблонов процессов, по созданию конкретно процессов на примере программы, на примере живых прям вот цепочек провести еще один вебинар. Наталья, с вами мы тогда отдельно свяжемся, потому что мы по таймингу уже немного перелимитили. Мы с вами отдельно свяжемся, можем прямо в системе разобрать ваш пример, что вы хотите, какой комплексный процесс создать, продумать вашу систему и оговорить это. Ну, и всем участникам рассылка будет, когда у нас будет вебинар-мастер-класс по созданию процессов именно в системе по разным альтернативным ситуациям, происходящим в жизни. Два-три, две-три ситуации мы рассмотрим прямо на вебинаре, как живые примеры. Сегодня я... Вот еще вопрос, будет ли вебинар по интеграции документа оборот с УТ-11. Честно говоря, мы еще не планировали такой вебинар, но рассмотрим такую возможность, Владимир. Спасибо за вопрос. На сегодня я вас благодарю за большое количество вопросов, за активность. Мы обязательно по вашим предложениям запланируем вебинары в ближайшее время. У нас на июнь уже все расписано, поэтому уже, наверное, после июня, в июле это все будет. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Скоро на нас нападет теплое лето. Всем спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok